Привет, котики! Я вынужден начать запись прямо сейчас, в данный момент. Ребят, извините, что видео опять долго не было. Я... Так, с музыкой всё нормально. Я на секунду охренел, как будто двойная пошла. В общем, я знаю, я... Я хочу напомнить, что я сейчас на канале стараюсь выполнять ваши просьбы, потому что я подумал, что в тёмные времена, которые наступили сейчас, самое лучшее, что может сделать ютубер, то есть... Я ютубер, ладно? Это... Это... Как вам сказать? Это помог... Ну, как сказать? Я хотел сказать, помогать... Делать вас счастливее, выполнять ваши... Ваши просьбы, и... В общем, да. Sweet of Cake просят много, часто, и я, когда возвращаясь обычно из какой-то длительной поездки, я стараюсь сесть за что-то знакомое. В общем, да, я вернулся, я просто немножко отвлекался, потому что, ну... Я занимался, скажем так, другим своим хобби и довольно успешно. Я скажу так, без подозрений. Другим хобби и довольно успешно. Поэтому я был вынужден отвлечься от ютуба, буквально кинуть своих орликов, ребят. Простите меня, я... Я не хотел. Ну, как видите, я же вас не до конца кинул. Видео-то вышло. Ну, поздно вышло. Ну, а, ребят, лучше поздно, чем оно бы вышло бы никогда. Степка, как думаешь, кто нас с тобой сдал? Насчет металлолома? Я пройду потом металлоломом. Обязательно. Да, я вспомнил. Я же металлолом не прошу. Ребят, ну, потом пройду, господи. Потом на все... Мы все будем проходить на все руты, на все кончевки. И я думаю, просто сейчас нет смысла сидеть. Я помню, я... Да, я снимал последнюю серию, я уезжал. Кстати, Эвэй вот зашел прям дико, когда вот последняя серия выходила. А вторая серия Эвэй, ну, я перед стримом выпустил, как бы я особо и не ожидал ничего, потому что там не было женской мастурбации. Кстати, как сейчас мода стала, нужно устроить бомбардировку кнопки лайка. И кнопки подписки, если вы еще не подписаны. И чем больше вардировок пройдет по кнопке лайка, тем... Тем быстрее будут выходить определенные видео. То есть, допустим, если... Давайте так, Световкейк набирает 200 лайков, я выпускаю следующее видео моментально, иначе будут снимать другие просьбы. И в отличие от других ютуберов, я снимаю больной. Я еще никак не выздоровлю, но... Если честно, я вчера не снимал, и мне стало немножко даже лучше. А что здесь за... У меня сопля на столе. Жесть. Хорошо, что камера этого не видит. Кровавая сопля. А кровавая, знаешь, как червяк кровавый. В дождь всплыло. Сейчас вытираю стол, не оттирается. Жесть. Она как будто из клея. Ладно. Кто бы это ни был, он мне не товарищ. А его очко тебе товарищ? Кто бы ни был твоим товарищем, предателем может оказаться даже самый близкий чел. Егор сместил брови к носовой переработке, хмурясь, как Брежнев, отрицательно покачав головой. Нельзя это так оставлять, Степка. Крыса на то и крыса, что гадят всем и повсюду. Меня это удивляет, слушай. То есть я... Я типа его победил. Мы подрались с неким, скажем так, школьным богатырем. И он уже считает меня своим... Ну, другом. Не, хотя это нормально. Не, вообще это нормально. Просто я не знаю как-то. Если я с кем-то подрался бы, я... Мне тяжело было бы считать этого человека другом. Просто у меня такое, что если я с кем-то сильно поссорился или еще что-то, и, скажем, это не близкий был человек, все. И для меня общение как бы здесь... Как бы здесь я тяну стоп-кран, и общение кончается. Просто... Я не знаю как-то, как можно, типа, что если вы там подрались, у вас был какой-то жесткий конфликт, после этого общаться, как будто ничего не было. Я... Если это, опять же, не близкий человек, а просто какой-то чел из школы непонятный. То есть, ну, мне это... Для меня это странно. Возможно, я слишком принципиален. Хотя вот не знаю, я порой задумываюсь, вот в детстве, я помню, была такая тема, ну, может быть, это как старая такая стариковская тема, что вот принципы, это важно, что нужно жить по принципам. Что у тебя должны быть какие-то принципы, какие-то... Как бы это объяснить, что такое принципы? Правила жизни. Вот, что у тебя должны быть определенные правила жизни, по которым ты, собственно, живешь и существуешь. И... Мне кажется, как будто это из моды вышло, потому что в моем детстве это вот была мода такая на принципы, что вот есть принципы, ему надо следовать. Это было во всех фильмах, сериалах, а сейчас как-то это пропало. Наоборот, мода, по-моему, на хаос, на хаотичность, на то, что, типа, не знаю, делай что хочешь, не шла и истина, все дозволено, как-то вот так вот стало. И поэтому я задумываюсь, вообще принципы актуальны в 2022 году иметь какие-то принципы, то есть правила жизни, упростим, правила жизни, это актуально или нет? Вот для вас. Напишите в комменты. Просто мне кажется, я раньше тоже считал, что принципы это плохо, может быть, это возрастная штука, я, кстати, видео так и не снял насчет возраста, что меняется в 26 лет жизни, в плане, там, ощущения жизни во всех смыслах. Но вот что меняется, это то, что ты начинаешь сценить принципы, тебе кажется, что правила и принципы, то есть когда у тебя есть определенные правила поведения по жизни, тебе кажется, что это круто. То есть в детстве, когда я был в школе, мне казалось, что ой, правила, потому что ты можешь предсказать будущее по правилам, ты как бы знаешь, как себя вести. То есть у тебя нет такого, что ты попадаешь в какую-то ситуацию, такой, что делать? Когда у тебя есть правила, ты всегда знаешь, что делать. То есть там, я попал в такую ситуацию, ты как бы мысленно открываешь книжку там с правилами своей конституции, такой, так, в этой ситуации нужно выполнять вот эти действия, ты их выполняешь, как бы тебе проще. Вот, я так правила вижу. Нельзя это так оставлять, степло. Крыса, мы ловим лысых крысиков, потюков пока ее не прихлопывают влад подошел такой как будто он есть крыса ван вам похож на типичную крыса которая нас продал за шоколадки орлы скриньте влад предатель о чем это вы ни о чем же теста иди куда шел тварь мразь мразота жирное хуйло так я сюда еще три мешка погрузить надо не забудь про себя придурок егор боль насколько я могу судить подскривленный рожа влад оттолкнул толстяка плечо и зашкал учебный курс эти толстяки они я помню я был толстым кстати почему толстые люди более восприимчивы к боли когда ты худой тебе вообще пофигу то вообще это вообще-то тупо железный человек медленно выпрямшись из позы дуги лёша кряхтя и пыхтя дотянул свою часть металлома до грузовика поза дуги я пытаюсь помнить у этой позы другое название есть не могу вспомнить готова кузькину мать его побери теперь я знаю почему на флоте так любят ругаться лёш тихнул себя пыль хрустнул пальцами едва волоча ноги будто в каком-то подобии современных танцев то есть флэкса рикардо милоса побрел в учебный корпус ухты молодец стёпа отличная работа сегодня доказался быстрее всех был бы классно все таки если можно было проиграть мне кажется и в бой можно было бы проиграть и вот это мне кажется было бы круто ввести какой-то run и чтобы это был допустим не основной руб или очень чтобы это что-то меняло мне не нравится что в новелле тут как бы стоите условия что ты обязан датащить металлолом и ты обязан выиграть в драке иначе надо долга как бы не продолжиться дальше мне кажется, так быть не должно. Вот ваше мнение, должно быть так или нет, что на вылете ставят условие, что ты должен пройти какой-то момент, который, ну, типа, сложный. Мне кажется, это портит прохождение, должна быть вариативность, то есть должен быть выбор, допустим, что ну, я не могу пройти этот момент, значит, я теряю там часть сюжета. То есть, на мной все там потешатся и смеяться, например. Молодец, Стёпа, ей телки давать не будут, и придётся, и там будет рут типа, что, типа, дрочи в одиночестве, или будет рут под названием типа лучшее там, как это, лучшее влагалище, очко товарища, в общем, как-то так. Молодец, Стёпа, отличная работа. Сегодня ты оказался быстрее всех и сексуальнее всех, прошу заметить. Спа... Ещё захотел в спа-салон. Наталья Викторовна коснулась пальцем моих губ, не позволив им раскрыться. Это пойдёт на превьюшку. Наталья Викторовна заклеила мои губы клеем момент. Не стоит благодарности, ты заслужил. Её рука источала нежный аромат вагины. Ещё немного я был готов лизнуть её палец и съесть его, как котик. Но, к счастью, сдержался от особлязна. Ооо, Карлсон! Это такая ностальгия! Почему нет игры про Карлсона? Есть игра про Питера Пэна, но нет игры про Карлсона, который обещал вернуться. Мне кажется, должен выйти мультик, где он возвращается, если такого не было. По-моему, такого не было. Господи, что за кринж? У меня самый долгий насморк, ребят, в этот раз. Мне кажется, это реально какой-то стелс-омикрон, потому что так долго насморка, и ещё что было кашель, и ещё что было чувство распухшести носа внутри, которое только сегодня пропало. И это длится уже около недели. У меня, серьёзно, впервые так, почти неделю, вот такое состояние. То есть я чувствую себя более-менее, но не лучше. Кхе-хе-хе, пиздец... Но, в общем, да, стало получше. Это был тот самый ключ от кабинета. И, пожалуйста, не делай ничего, за что тебе будет стыдно. Наша классная руководительница, которая любит работать, то есть водить руками, водить руками, понимаешь? Погладила меня по волосам, слегка растрепав шевелюру. А по каким волосам? В каком месте? Надо уточнить. И мы оба отправились в школьный корпус. В классе я вновь сидел за одной партой с Аленой. Смолю на парте, як на сиськах, Алена. За все время, что мы сидели вместе, двушка не сделала ни одной записи в интернете и не вымолвила ни слова. Вспоминая наш телефонный разговор по душам, не трудно догадаться, что именно была причина ее пожилой грусти. Ну, а я без того вымотанной работой, пожилой зиготой инициативы проявлять не стал. Я вот люблю работать, я не знаю. То есть я понимаю, что есть работы, которые тебе не нравятся, и те, которые тебя заставляют делать, но в принципе я люблю работать. Знаете, что помогает? Как любить любую работу в любой ситуации? Нужно думать о пользе, которую эта работа приносит. Есть эти эпохи на других людей, ну, что чаще всего бывает у большинства людей. Мне вот нет, но чаще всего у людей такое есть, что им плевать на всех, и они думают только о себе. Тогда подумайте о том, что вы же работаете не за просто так. То есть, ну, я надеюсь, вы же что-то получаете за свою работу? Может быть, даже деньги? То есть у вас есть зарплата, понимаете? То есть об этом можно думать, что, блин, да, я работаю, но я, блин, работаю за зарплату. То есть если вам пофиг на людей, вы не думаете о том, что я работаю, чтобы сделать мир лучше. Я работаю, чтобы люди там жили лучше. Ну, или вам просто на это плевать. То можно думать о том, что, блин, вы же, то есть у вас же есть цель, вы не просто ходите на работу, не просто потому, что вас кто-то заставляет, да? А вы как бы работаете, чтобы что-то заработать за это, получить некую сумму, некое вознаграждение. И в этом смысл. Если об этом думать, то любая работа приятнее будет. Мне такого не надо, но, в принципе, я об этом думал. Просто у нас в Телеграм-канале, кстати, ссылка на Телеграм-описание, была такая тема в чате, совсем чуть-чуть, я не стал душнить и развивать ее там. Но подумал на эту тему и решил, что-то вот мне, да, игра напомнила. Поскольку весомый часть своих сил я расходовал на перетаскивание тяжести, я читаю дальше. Торопясь в столовую, я нехотя думал о предстоящих зиготах. Средовало порешить, как именно распорядиться участью, что мне уготовил Анатолий Евлампович. Стать волшебником? Еще бы! Такая возможность выпадает один раз в тысячу лет. Но буду ли я счастлив от того, если лишу себе интимной близости с двушками? Тем же успехом я мог бы отрезать себе детородный орган. А это будет совсем неприятно и даже грустно. Плюс чат-то не хотел бы отрезать себе писюн. Анатолию Еврандовичу легко было решить. Ведь он, судя по воднику, и так бы остался детственником до конца своих дней. Но у меня шансов побольше вроде бы. За ним гонится там вся школа. Все девки школы буквально хотят его микро. Балдежь. Слушав позади себя топота миленьких ножек, я обернулся, увидев, как меня нагоняет Мэтильда. А вот и он. Один из моих шансов. Степа, Катя сказал, вы ищете стукача. Я хочу присоединиться, вот мне надо. Я головокою устало взрачнул. Так, мы не ведем никого расследования. У Кати паранойя есть, считайте, заинтересованности в город. У нас уже целая банда. Я отвечу так. Это моя банда. Рейва пропаганда. Ну давай. Еле попал по кнопке. Мышка чуть не улетела в Белоруссию. Матильда оглушающая запищала на весь коридор. Слушай. Как здорово. Это так интригующе. Не правда ли? Мы будем, как настоящий правоохранитель. Мы будем, как команда Скобиду. Ты будешь Велмой. Правда, у Велмы сиськи были большие. А у тебя... А у тебя, так сказать, под вопросом. Возможно, у нее утягивающее белье или что-то такое. То есть мы не знаем. Мы ее еще не раздевали. Мне кажется, все, мне кажется, что кто-то то ли стучит, то ли эта киска стучит. И поэтому... Да. Поэтому да. Мы будем, как настоящий правоохранитель. Командор Скобиду. Проследование особо опасных преступлений. Как всегда, там этот преступник окажется ряженным этим смотрителем маяка. Я занимаюсь слежкой. Катя эксперт-криминалист. Егор. Горомышц, который необходим при задержании. Неужто и мне роль уготована? И самое ответственное. Я следователь буду. Я буду Шерлоком Гномсом. И пусть я был равнодушен к затее с поисками стукача. Роль детектива у меня пригласил. То есть я не помню даже, кто... А, стукача-то драку типа спалили, учительницы. Мне кажется, окажется, что стукача нет. А нет, стукачом окажется кто-то из команды. Ну, Егор не может быть. Мне кажется, Лиза там может оказаться стукачем, например. Или сама Матильда даже. Просто обычно так и бывает. Человек, который больше всего топит за то, чтобы... Ну, знаете, типичная тактика преступника. Преступник больше всех хочет помочь с раскрытием дела. А там, в убийстве, которое он в жизни совершил. Чтобы отмазаться. Именно поэтому во время преступления подозреваются вообще все. Потому что, ну, по-хорошему. Потому что мало ли что. И мало ли у кого какие мотивы. Пусть я был равнодушен к затеям с поисками. Это да. Я даже представил себе, как круто выглядели бы обложки книг, повествующих о наших эпических похождениях. Ты, Степа, будешь главой аналитического центра. Аналитического. А слово анал-лис. Ой, слушайте, ребят. Это видео выходит уже, получается, 4-го. 4-го мая, да. Потому что я сейчас подумал, что, блин, я его пока выложу. Пока вот это все вот сниму, смонтирую. Это займет тысячу лет. Поэтому видео выйдет очень... Блин, что это стука? Знаете, я посижу с одним ухом. Потому что у меня стойкое ощущение, что котик громит квартиру. Вот может в игре, может у меня глюны. Может это у вас бывает почему-то сверху. Там какие-то звуки, какие-то вещи кто-то двигает. Да, поэтому послушаю. Ты, Степа, будешь главой аналитического центра. Штаб-квартира, которая располагается в кабинете фотокружка. Хочешь сказать, я буду руками водить главным детективом? Кто-то же должен крутить педали велосираптора? Эх, педали велосипеда. Ребята, тяжело поверить, я прошел практически год своего продажи. То есть я как будто, на самом деле, задумался, как будто вчера. Вот этот год, который такой полу-полу, как бы, ковидный, полу, ну, это, как вам сказать, спецоперационный. Так быстро пролетел. То есть даже не верится. То есть как будто я, как будто еще недавно велосипед продавал. Вот серьезно. Я буквально как будто это делал вчера. Вот для меня почему-то, не знаю, время как будто лететь начало очень быстро с тех пор, как началась корона. Я почему не могу объяснить, с чем это связано? Вот как будто время ускорилось очень сильно. И последние два года, вот как будто в тумане. Причем все время кажется, что вот вроде из тумана выше, а потом я гляжусь назад и понимаю, что, блин, я просто реально помню, что еще недавно был октябрь, там, ноябрь. То есть я помню, что зима только-только начиналась. И как-то она вот прошла. Я не знаю, вот как-то так все это было, что все как-то вот быстро произошло, что ли. И вроде как будто на месте стоит. Что-то за последние два года как-то вот изменений даже нет. Мне кажется, как будто мир остановился в 2020. В принципе, вот даже мой мир, вообще окружающий мир, как будто все в 2020, там просто остановка произошла, вот всего. Как будто мир разделился на до и после, хотя, отчасти, блин, так и есть. Мне кажется, реально мир разделился на до и после, что вот был какой-то мир там до 2020, и вот с 2020 мы живем в каком-то абсолютно новом мире, которого никогда раньше не было. Да, столь высокая ответственная должность мне еще не предлагали. Вот такой-то затяжной очень этап жизни. Если справишься, конечно. И шумов нет, я не знаю, у меня глюны какие-то. Вот я сейчас наушник снял, и нормально, и все нормально. Вот никаких шумов, ничего странного не происходит. Вот как так? И от вас такое бывает, что у вас глюны? Не, а как будто что-то слышно очень далеко. Я не понимаю. Не под силу любая задача есть, только я выполняю ее не на голодный желудок и не в ней сдачи металл. Блин, я его понимаю. Вот на голодный желудок, я поэтому ем по утрам, чтобы быть заряженным. Суженый и ряженый. Вышел я заряженный. Я был так изможден, что даже милая мордашка Матильда и ее страстное желание приобщить меня к общему делу никак не повлияли на мое решение отстраниться от данной деятельности сегодня. Ну тогда бывай и приятного аппетита. Пискнула Матильда напоследок, скрывшись за первым же поворотом. Ну а я, услышав вурчание своего пузика, направился за подкрепление. За два шага до входа в столовую я вдруг понял, что я гондон и у нас своего класса висела стен газета. Но она что, не опубликовала ее? Как странно. Конечно, это куда лучше, если мой позор стал общественным достоянием, но и подозрительная задержка с таким экстра материалом, который я так торопилась показать, выглядит по меньшей мере странно. Мне кажется, там нет никакого позора. Я, блин, абсолютно уверен, что его там нет. А мы типа паримся из-за этого. Но абсолютно я уверен, что его там нет. Словой, как всегда, пахло очень вкусно. Аромат свежей выпечки провоцировал мой желудок поедать самого себя. Я жадно прилик витрии с сегодняшним ассортиментом блюда, стал бешено бегать глазами, выбирая, чтобы такого сожрать. Слушайте, а тут все наши персы. Там Катька сидит, Аленка, Лиза сидит. Вот это, как ее забыл, это Виктория. Виктория Сикрет. Какой-то пацан, типа, я не знаю, это жирный, видимо, сидит. Вот самый передний. И сзади Матильда с мужиком, который, она его ругает, он ржет, потому что у него истерика, у него нервный срыв. И видно, как кто-то на Катьку, кстати, глазеет. Там сидит. На удивление, Лизой вообще никто не занесет. Казалось бы, ну, блин, есть точка притяжения. Но всем похуй. Ответствие даже, это мне даже нравится. Что тут, как бы, отношения стоят не во главе угла истории, что не все пытаются взять этих девок. Хотя тут типичная формула Белл, если задуматься, что есть главный герой, и все девки заинтересованы исключительно в нем. И нет никаких любовных перейти. Мне кажется, нужна новелла, где был бы еще какой-то мужик, и с ним было бы некое соревнование. Но это не за всех девок, а, допустим, что есть девка. Ну, это тоже классика, на самом деле, что, допустим, есть девка, которой нравится главный герой, но главному герою нравится другая девка, а той девке нравится другой парень, а тот парень нравится ей. В общем, там, типа, такой любовный, даже не треугольный, как квадрант. Или даже октагон, типа, 8, 8 делений. Там, типа, чтобы еще была какая-то учительница, вожатая, не знаю, мама, бабушка, чтобы вот прям полный набор. И дележка максимально жесткая. То есть, я не знаю, какие-то такие фантазии. Ой, ладно, давайте дальше играть. Так, бешено бегай глазами, выбирая, что-то такого сожрать. Заказ прият, упитанная буфетчица с любовью навалила мне огромную порцию говна. С двумя тушеными котлетами. Из свиного фарша и пакетикам соусов приятного. Блин, свиной фарш, он воняет, он мерзкий. Если он безговяжьего. В качестве десерта я потратился на сексик с вишневой штучкой, я что-то случайно пропустил. Верно взяв свой понос, я медленно направился к столикам. За одним из них уже сидела Лиза. Девушка скрижетала вилкой по тарелке, то ли скучая, то ли размышляя, то разбудила всех вокруг противным звуком. Ну, то ли все сразу, периодически. Попивая компот. То есть камшот. Черт, я совсем забыл про камшот. В то время как у Лизы было аж два стакана. Надеюсь, не покажу ей слишком наглость. Попрошу у нее хотя бы пару глотков. В другом углу столового помещения подаль ото всех сидела Аленка, шоколадная буренка. Грустный и поникший. Она доедала пирожное. И делала какие-то записи в своем блокноте. Ее пойдем, ну, стоило бы подбодрить. С пароватами я на подоконнике устроилась Катя. Девушка внимательно читала какую-то книгу. У нее очень злобный взгляд. Постоянно оглядываясь и провожаясь и напряжаясь взглядом случайно проходящихся... Проходящих мимо. Слушай, ну, не вот взгляд такой здесь, а на одну мою знакомую похожа. Я и сам подозрительно мотал головой, стоя на одном месте, выискивая знакомые лица. Последней в зал вошла Масильда. Она не заметила меня, зато увидела Лешу, на которую я совсем не обратил внимания. Парочка голубков стала подаль, моментально принялась чирикаться на повышенных тонах. А теперь уже стеклируя, еще не занимаясь греко-римской борьбой. По фотке... Ой, то есть по картинке я не скажу, что их там в греко-римском, а просто, я не знаю, люди что-то обсуждают. Что же. Понимаешь, чем я смогу вершить свою судьбу? Делал выбор между разбить сердце девушки и стать волшебкой, признаться в чувствах и обвести свою вторую половинку. Эта самая половина должна заставить полюбить себя. То есть да, мы не дошли еще до самой лучшей части. И потому сейчас мне надо решить честь и покое потревожить своим беспринципным вторжением. Подойти к Лизе, подойти к Алёне, подойти к Матильде и Лёше, подойти к Кате. Почему у нас нет варианта подойти к... Учительнице? Я забыл, как её зовут. Так, подойти к Лизе, к Алёне, к Матильде и Лёше. Сложную. Я к Лизе хочу, подойти, просто мы же с ней вроде ну пытаемся замутить, да? Мы с ней пытаемся построить любовь на проекте Дом 2. С вами Ксения Собчак, Ксюша Бородина. И просто я в детстве каоел, у мамы всегда Дом 2 был включен. Не думайте, что я там фанат или адепт Дома 2. Просто понимаете? Понимаете, мама выбирает на кухне, что ты будешь смотреть. Ладно, не ты, мама. Жиза, ставь лайк, если жиза. Мне к Лизе подойти выбрать, чьи видим. Хотя мы и солёные можем, но нужно замутить. Честно, я не очень уверен, почему Руту я иду на данный момент. То есть как-то со всеми что-то есть, но какого-то, скажем так, непосредственного движения в определённую сторону не происходит, что даже... Даже как-то грустно. Я хочу открыть окно, ребят, мне жарко. У меня какие-то носки горячие, мне жарко в носках, понимаете? Потому что у меня температура. Просто у меня под вечер 37,2. И это фигня, а не температура, но именно почему-то с этим омикроном она ощущается как-то по-страшному. То есть у тебя прям жарко, ты начинаешь тупить, у тебя в глазах рябит, как будто у тебя не 37,8,2 температура, а как будто на улице, блин, 37,2. То есть вот такие ощущения у тебя начинаются. И это странно. Ну ладно. Я так просто не болел никогда. То есть вот... Знаете, я перестал болеть какими-то обычными гриппами и всякими такими вещами после всяких вакцин, да? Но при этом все мои последние болезни за последние два года все были максимально странные. То есть у меня каждый случай прям уникальный. Каждый раз все по-новой. Ладно. Открою окно и вернусь. Я не понял, а где была запись все это время? На что запись не шла? Жесть. Как вернуть назад прошлое? А тут можете совершить возврат? Только перемотка вперед, да? Так, история. Вот. Так, я оставлю сюда. Я продолжу с того места. И просто я не знаю, вроде на паузе вы были, а вроде я паузу же отжал. Так вот. Ты либо неудачик, либо гей. Сам выбирай. Вот это у нас будет на превьюшке, Орлы. Что типа, я либо неудачик, либо гей. Сам выбирай. Красавица дурашлив захихикал. Хи-и-и, Саша. Ого, какая дедукция. Какие умозаключения. Практически весь готов объявить тебе кровавую вражду за оскорблением их чести и достоинства. Ого, какая дедуция. Какие умозаключения. Практически кровную вражду за... Это уже я прочел, да? Но для этого я слишком голоден лифт. Я просто... Я просто... Окей, ладно. Я просто отошел, чтобы все-таки высморкаться как следует. И вы понимаете. Я специально не вырезаю все сморкания. Только некоторые. Чтобы вы видели, что я больной, но что я записываю видео. Чтобы все это знали. А то, чтобы каждый это знал. Каждая живая душа. Что Евген... Вот, понимаешь, Евген, это не какая-то вялая киска, которая там чуть-чуть кошельнул. Такой... Э-э-э-э-э. И все. Видео нет. Это который бык, который вот болезни не остановят. Порву на себе все. За канал. Давай рассказывай уже свою историю. Лиза, проведя кистью по затылку, эффектно расправив волосы красные, как жаркий огонь, сделала глубокий... И приняла серьезный, грустный вид. Хорошо. Так и быть. Это не такой уж и секрет. Хоть я и не горю желанием распространяться. Но ты прав. Я веду себя бестактно. Да что? Надеюсь в качестве извинений за то, что я, возможно, задеваю твои чувства. Хамлоты, короче, начинай уже. На мгновение показалось, что она была того же сжечь меня собственными волосами. Но Лиза все-таки взяла себя в руки и продолжила. Она взяла свои сиськи в руки. Начнем с того, что это не первая школа, в которой меня отдали. Наси... Ее отдали в школу насильно? Она не хотела учиться? А я в ум первая... Касиль набиваешь от, невольно глотаешь некоторые буквы. Хотя гораздо больше я звучал, как мусорственно отсталый. Как Питер Гриффин. Я мужчина с отставанием в развитии. Что вы от меня хотите? Все так думают. В первое время все было замурчательно. Класс приветливый, дружный, обилие внимания со стороны парней. Я словно парнуха на крыльях счастья. Ведь это было... Было так не похоже на прежнюю обстановку на прежних знакомых. Подарки, комплименты, милые открытки с приятными словами, ласкали и дурманили. В какой-то момент я настолько проектов с романтикой, что впервые почувствовал, будто в моем сердце нет второй половинки, я должна ее поскорее найти. Хотя и никто из мальчишек из прежней школы, а твою мать, все, 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 заходим в историю, я случайно прикрепил. Из прежней школы мне не нравился по-настоящему. Так, теперь снова заходим. Почему я просто крикнуто на экран и убрать? Какая-то переборчивая. Я так не прикрыто хохотал, что несколько крошек мячки изо рта мигрировали на лизинг пиджак. Его владельца дернулась так резко, что чуть со стула не грохнулась. Эй, держи своего барышка на замке. Прости, прости, этого больше не повторится. Я стекнул в себя набухшие крупинки, сцептически уставившись в одну сторону. Элиза взяла меня за руку и рукавом протерла стол, который я засыпал кусочками гречки, пока извинялся. Что ж, я заслужил. Там, в океане, внимание. Я в первый раз. Ты говоришь о том, о чем я думаю. Пошля! Хотела сказать, что я в первый раз почувствовала себя как, ну, как принцесса в меньше стресса. прекрасной, желанной, нужной, самой лучшей. Это было незабываемо. Скажешь, что в нем парке стояли все настойчиво. Я ни с кем не целовалась, не ходила на свидание, не позволяла объятий. И все равно меня заваливали подарками и предложениями прогуляться. Никто не добивался своего. Почему? Разве сама не была заинтересована? Была. Ты почему не дала им шанс? Потому что он нужен тебе. Я не понял. Ну, мы не были знакомы тогда. Что значит он нужен мне? Я нифига не понимаю. То есть, знаешь, это звучит так вот, когда она говорит, что я тебя берегу, я, то есть, тебя, господи, я себя берегла для тебя. Это, ну, блин, это странно. Алену. Это странно. Я покрасил, открыл рот так и вывалил порцию пережеванной гречки на поднос. Господи, он такой мерзкий, слушай. Хотя, я бываю тоже мерзкий, но я случайно. То есть, тут чел просто ведет себя как какая-то, я не знаю, как написать. Даже не как быдло, а просто мерзко. Просто, что, представьте, ты сидишь перед человеком, который открывает рот и просто такой... Ну, представились? Ой, не, ребят, не надо представлять. Лиза приколил резкий с мышок ладошкой, стараясь не выдавать улыбку. Затем, продолжил стать еще серьезнее. Но, на этом история не заканчивается. В один прекрасный день после занятий, когда я осталась дежурить в классе, меня заперли. Сперва я решила, что это пранк и кого-то из обиженных мальчиков, однако, по ту сторону раздались вовсе не иглоса. Это были мои одноглазницы. Еще вдруг им тебя запирать? Из зависти они решили, что я отбиваю у них парней. Я решила не звать на помощь, а дождаться утра и поколотить их, как только кабинет откроют. Ты что, провела там всю ночь? Хотела, но, как казалось, это были только цветочки. Вечером, когда уже стемнело, за дверью слышу чьи-то шаги и подумала, что сторож не придал этому значения. Блин, если это был сторож, то могла постучать, чтобы он тебя выпустил. У него же есть ключи от всех комнат, ну, вроде, у сторожей же есть ключи от всех классов, или я путаю? Подумала, что сторож и не придал этому значения, но звуки ставили все страннее. Грохот, шорохи, вода будто бьется о стенки ведра. Какой-то скрежет по металлу. Это уборщик был. Это был уборщик или уборщица? Паника началась, когда через щель между дверью и полом внутрь затекла жидкость, которую я моментально узнала по запаху. Это был бензин. То есть кто-то решил ее сжечь! Я начал обидеться в двери, кричать, что их розыгрыш зашел слишком далеко, чтобы выпустили меня и о том, кто мой отец. Но они не слушали, не отвечали, просто молчали. Пока лужица стремительно растекалась по паркету, добравшись до стола учителя. Кто-то из них, судя по звуку, открыл канистру, и начал расплескивать бензин по всей двери. Я бросился прочь в ужасе, забил в самый дальний угол, кричала, что-то дрожала и плакала. Эти звуки, плеск воды до сих пор слышатся мне в кошмарах. Сейчас я понимаю, можно было открыть окно и позвать на помощь, но когда тебя охватывает трах, думать становится невозможно. Я сорвала голос, до последнего надеялась, что это просто какая-то очень... Я сейчас как будто читаю вот Эвэй, вот этот мод, который мы тоже проходим на канале в данный момент. Но все надежды сгорели костром, как дождь шипения подожженной спички. Пламя охватило почти весь класс. Пикинулась на стол, доску, затем на шторы и парты. Я зажмулилась и прикрыла голову, но все равно слышала этот жуткий звук, становясь все громче, ближе. В какой-то момент реально слилась со страшным сном. Вон нетерпимая боль в горле из-за дыма моих криков. Помню, как обжигала кожа и яркий свет. А-а-а! Выпустите меня! Выпустите меня! Помню, что к этому моменту я уже потеряла сознание. Рассказ девушки заставил мир вокруг буквально замереть. Все посторонние шумы, балдеж и голдеж, чавканье, чвяканье, дрочка просто испарились. Палитру из всех оттенков беспокойных эмоций трудно было передать словами. Я лишь... Микрофон лишь решил отклониться от курса. Замер, затаив дыхание и стук сердца и внимательно слушал. Представляет, через что Лизе пришлось пройти. А дальше ничего особенного. Как мне рассказали потом, сторож выбил дверь и вытащил меня из огня. Как ты уже понял, кто-то страшно меня ненавидел. Решил воспользоваться моими заключениями и убить меня. У тебя есть подозреваемые? Вряд ли кто-то из одноклассниц. Хотя мне трудно представить, чтобы кто-то из этих кокеток пошел бы на такой отчаянный шаг. Ну то есть запереть, да, но блин, поджигать дверь. Хотя, слушай, на самом деле говорят, что вот девочки намного более злостные, чем парни. Говорят, что вот, я не помню, откуда я слышал такое слово, что девочки могут творить более страшные вещи, чем парни. То есть там парни, ну что, они там побьют, поиздеваются и дальше пойдут. Мне кажется, это реально только девка может додуматься взять бензин и поджечь другую девку в классе. А милиция? Вызывай милицию! А твой отец? Неужели никаких зацепок? А то человек и пальцев не обнаружено. Сторож никого не видел. Да и вообще мой папа говорит, что из-за хочешь замести следы всегда я встраиваю пожар. После этого я решила перевестись в другую школу. Не сомневаюсь, я бы тоже не хотел остаться вместе, тебя так яростно недолюбливают. Но вдруг этот человек ее преследует, вдруг этот человек ну как бы навострил своего орла, а вдруг это кто-то из парней, которому она так сказать не дала. Это, слушай, это больше похоже на правду даже. Теперь ты знаешь, что извращенцы не плод моего воображения. Мне действительно нужна защита от ухажеров. Вот почему Лиза держится такой отстраненной, холодно общается с одноклассницами, отпугивает парней, ведется так, будто бы ей никто не нужен. Она просто боится, боится, что ей сделают больно, боится подпускать себя, кого-либо. Но почему тогда она не пытается оттолкнуть меня? Только я в этом подумал, как тут же получил в морду гречкой. И завесело рассмеялась, хватаясь за живот. Прости, прости, у тебя из рта столько гречки вывлез, я захотел усунуть ее обратно. Ее звонкий смех принес некоторое успокоение, не смотря ни на что, она все еще веселится и радуется жизни. Это здорово! Звезд с одной чертовкой перепачкала меня едой, медленная зловещая про тебя, она могла бы слезать с меня эту еду. Против ладонью лицо, тем самым вызвал подруге гомерический холк. Гомерический, это вроде... Ха-ха-ха-ха! Это вроде такой гомерическим считается. Иначе вы... Страшный кашель вместе. И Орлики, так как серия так длинная, я просто решил сделать, так сказать, некую компенсацию, в честь того, что давно с вами не был. Так что вот серия получилась немножко длиннее и необрезаннее, чем обычно. Так что Орлики в бей, и мы увидимся с вами в следующей серии нашего многосерийного сериала, которую я, если честно, буду снимать прямо сейчас. Но сроки ее выхода зависят от сроков, когда вы наберете 200 лайков. Вот так вот я все сказал, я все решил. Орлики в бей, всем пока и до следующей серии. Ну хорошая новелла, ну, ено, лкек, чебурек, ну хорошая.